всем привет вы на канале изи розы и сегодня наш влог будет из новороссийска сегодня мы заходили в несколько магазинов и у меня вы как понимаете получается пришлось переделывать озвучку потому что я забыла включить микрофон мы как бы с ними ходили но они были выключены поэтому рассказываю вам уже сейчас вкратце то что происходило в самом начале и так мы первым делом заехали в леруа мерлен там мы походили посмотрели но честно говоря не нашли то что мы планировали и мы приехали в город достаточно поздно поэтому первым делом что мы захотели сделать это заехать куда-нибудь поесть и отправились мы в макдрайв мы частенько балуем себя какими-то неправильными продуктами при этом не я не алиса вес не набираем и так мы отправились макдрайв алиса там себе заказала как обычно свой любимый бутерброд но она всегда заказывает без соусов поэтому очень часто бывают какие-то приколы ей то бекон положат который она не любит есть то соус добавят мы потом возвращаем эти бутерброды но переделывают в принципе ни разу еще никто не возмущался себе мы тоже что-то заказали я в макдональдсе в этот раз есть не захотела заказала себе только чай и после этого мы уже отправились по остальным магазинам так поели теперь мы идем фикс прайс мне кое-что нужно купить мы в этом фикс прайс еще не были в этом районе алиса ушла довольна с двумя мисками это была последняя отбила с руками вот короче а мы ушли с двумя пакетами ребята не могла не рассказать взяла в фикс прайсе вот эту классную чашку и вот такую пиалочку называется чашка фаянсовая чашка она цвета такого родители говорят что похоже на капучино ну а мне этот цвет больше напоминает какую-то классную карамельку мне кажется на рассвете фотографировать вот такие вещи это просто бомбически будет было за малым и ради такого есть стану поверь она очень красивая теперь будут фоточки в инстаграме с вот этим вот потому что я его брал для инстаграма боже она такой красивая короче очень очень мне нравится такой же можно взять цвета такого темного но мне понравился этот позже он такой красивый ехали мы ехали ехали мы в бау-центр и по ходу приехали что-то мы не заводимся у нас машине живет барабашка она вот может вот так вот взять и не завестись а потом постоим чуть-чуть она заводится мы приехали в бау-центр алиса всем машет ход нет входа хоть с другой стороны класс люблю новороссийск за то что здесь все время ветер летом это приятно зимой не особо здесь как фильмах про апокалипсис валяется какая-то фигня мусор мы на этом застряли потому что красивый цвет невероятный корзина для белья очень красивого цвета персиковый цена 929 рублей классно очень красиво алиса встряла какая красивая банка зачем ты снимаешь пробка как и должно быть смотри кактусовый рай прелесть боже я так хочу такой вкусный он невероятный а эти кактусы пушистые новый домашний питомец не трожь кактус не трожь кактус не смотри какие красивые звездочки да красивые кактус и семейки цена тоже красивая ты искала агабу алиса агабу искала пожалуйста ого она какая вырастает а мне вот эта прелесть нравится мне вот эта классная красивый смотри какая штука да это что меркелл кактус тоже кактус короче мы попали в кактусе ооо прелесть ты красивая ты пушистые любишь да да смотри оооо вот этот самый красивый напишите какой по вашему мнению самый красивый мне этот больше всех нравится да он зеленый оооо ооо денежные деревья ооо я могу их продавать ну что я могу их продавать за 349 349 у такого маленького у нас больше у нас маленьких сейчас нет ух ты круто как в этом знаешь в пустыне да или в гараж таки ооо пойдем в орхидейке мандарин хотела я нашла да они еще не созрели смотри ты сколько мандарина смотри они правда еще не созрели интересно сколько здесь мандарин стоит там мы видели по две тысячи цитрусовый халамандинини ах ценника нет вот мир есть это мир мандарины 2,280 но уже с мандаринами есть с эриками смотри что это зеленая Алиса пошла к папоротникам красота ооо если вот этот вот так вот холорофит он здесь полосатенький это зеленая это зеленая бери фотик фоткайся ты телефон взяла? нет какая красивая витрина это бамбук Алиса бамбук нашла будешь удочку выращивать бамбук орхидеевый рай нашли мухоловку кусочие цветы Алиса не суй пальчик ты не муха круто я хочу все мухоловку всего 500 рублей Алиса меха нашла там еще один есть Их тут много какие яркие коврики просто обалдеть с миньончиками а здесь какой-то город и вон вверху на витрине тоже смотрите какие классные яркие вообще прелесть я хочу я хочу такое зеркало Алиса уже прихорашивает короче умное зеркало стоит в районе 14 тысяч в нее музыка играет радио представьте оно с подогревом с подсветкой еще там куча разных всяких функций Я хочу такое зеркало. Поднял трубку и говоришь с ним. Зеркало, которое можно поговорить по телефону, оно тебе показывает время, температуру воздуха. Да, вот температура воздуха. Класс! Короче, я хочу именно зеркало. Сколько такое зеркало стоит? Зеркало. Такое 16700, что ли. Теперь мне зеркальце скажи. Да, всем правда расскажи. Он тебе не позвонит. Он не знает твоего номера телефона. Мне интересно, а есть зеркало, в котором встроена Алиса? Реально прикольно было. Новороссийск. Едем практически по центру. Мы уже выезжаем. И везде цикады. Город цикад. Это так круто. Еще одна потрясающая штука. У меня слева стоит цирюльник и рядом парикмахерская. Это так модно создавать конкуренцию. К нам идет, к нам идет целый пакет суши. Мы заказали те же самые суши, которые заказываем у себя. Там стоят мальчики одеты. Тришка вообще халявная. Ну да, они на тебе потренируются. Нет, там парикмахерские нормальные, для девочек просто промоутеры стоят. Окрашивание волос в стихе, там маникюр 200 рублей. Женская 300, мухая 200. Покрытие шелак 500 рублей, педикюр 670 рублей. Наращивание ногтей. Ну там по факту, если изойти, мне кажется, там будет дороже. Какие гости? Это подарок. Ой, нам подарок дали. А эти такие маленькие. Слушай, пахнет. О, а у нас в городе не заворачивает фольгу. Та же самая суширен. Это мамин, да? Да. Да мы будем есть перемешку все. Прям вообще шикарно. Каждому завернули. Это как называется? Аяши? Да, это Аяши. Это Аяши. Пахнет вкусненько. А тут два вида. Здесь два вида. Наверное, тут горели. Грабик ход еще что-то. Слушайте, одна и та же фирма. Да? Ну, как бы они. Но они по-разному совершенно. Еще кажется, что они на вкус разные. Представляете? Да. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, здесь же вот эту штуку красиво кладут. Я надеюсь, что соус старый, да? Нет. Потому что в последнее время у нас был классический. Сейчас попробуем. Тебе палочки есть? Да. Алисе палочки. А палочки тоже, смотрите, другие. Ой, палочки другие. Их доставать удобно. Класс. Вообще, одна и та же сеть, да? Казалось бы. И палочки удобно тут. Я откладываю отсюда себе. Раз. Вот так. Два. Делим по-честному. На троих. И подарок тоже. А это кому-то? Не хочешь? Это яйца. Ммм, прикольно. В яйце. А что это за яйца коричневые? Это политое коричневое. А желтенькое яйцо это. О, это с омлетом. А, с омлетом тогда и буду. А, а, с омлетом, да. Не попробуй. Бери три. Два. Мы просто любим суши, если есть, то которые подобреты. Да, теплые. Любите ли омлеты? Бери по три себе. Я попробую просто чуть-чуть. А еще это. Вот у меня еще такие есть, Алис. Этих пять штучек. Ой-ой-ой, я тебя прошу, только не на сидушку. Так, сейчас. Раз, два, три, немного, так. О, Господи, ты все это съешь? Да. На, бери. Ест, говорит, с омлетом вкусно. Боже, у них даже вилочки в пакетике. А соус сверху сладкий. Сладкий соус? Ммм, прикольно. Ты карамирный. Класс. Сейчас скажешь, как тебе по вкусу вот это вот, как это называют, соевый. Вкусный? Потому что последний раз, который мы брали, было невкусно. Ну, такой, средний между тем другим. Да. Очень много его неудобно смакать. Спасибо. Слушайте, мы все в шоке, потому что мы берем это, по-моему, суши-вок, да? Да. У нас точно такая же фирма есть в городе. На вкус вообще совершенно все другое. Вообще, аяши с перчиком. И прям каждая суши чем-то отличается, каким-то вкусом. У нас все одинаковые. Реально. Вот мы не балованные сильно. У нас всего два или три заведения, которые делают суши в городе, в Керчи. Но вот здесь та же компания. Прям такие вкусные. И, наверное, первый раз в своей жизни я ем суши, которые теплые. Они действительно внутри теплые. И самое интересное, у меня просто размер вот этих суши намного крупнее, чем те, которые делают у нас в городе. А по количеству то же самое. А еще их сверху поливают сладким соусом. Да, Иисусом Полит так красивенько сделано. Прям респект. Завидую тем, кто живет на российском. Очень вкусно. Приехали в Ленту. В Южном районе. Я люблю больше. Здесь как-то выбор побольше. И людей поменьше. У людей побольше. Посмотри туда. Ой. Ну, это вечер. Люди пришли за едой. Мы тут экономим на пакетах, поэтому тележку Алиса будет катить до дома. А, как всегда, зашли, оставили здесь очень много денег и набрали всего фиолетового. Ну что, докатило. Теперь в пакетики складывается. Ты просто моющий поскладывай. Там в двери может быть еще пакет. Кто-нибудь знает, который час? Нет. Нет. Алиса сказала, что она счастливая. Да. У меня сейчас покажу. Все фиолетово? Нет. Нет. Не будет. Мы еще хотели заехать в магазин. С шашками теперь с этими ходят. Мы еще хотели заехать в магазин, померять рубашку. Потом заказать по интернету несколько. Но сейчас 9. Магазин закрывается в 10. Нас все будут очень рады там видеть. Мы пока доедем туда, это минут 40. Пап, ты не туда поставил? Поставь туда туда. Она не может и нас чашками. Часть туда поставлю. Вот, смотри, там голубая зона. Мы же так подумали, что, скорее всего, машина у нас глохнет из-за того, что не хватает в нем антифриза. Купили сейчас антифриз. Еще что-то он масло купил, да. И будет доливать масло и антифриз. Хотя сейчас прохладнее стало. Я думаю, что она не будет больше тупить. Эх, только выехали, мы заглохли. Прямо перед перекрестком. Скатились немного в сторону. Сейчас он там что-то пытается сделать. Слушайте, у меня прям... Ну вот, традиция такая, глохнуть на машинах в самых интересных местах. Интересно, мы поедем. Так вот, едешь-едешь, потом бац, заглох и стоишь. Стоял-постоял, потом опять пытаешься. Алиса выдыхает. Я думаю, мы домой доедем. Доедем. Ну, всего ничего. Сколько? 200? Ну, 160. 160 километров. Только что напротив нас авария. И как только... Две машины. Произошла авария, машина завелась. Машина нам хотела что-то показать. Как Алиса говорит, может, мы не просто так глохнем. И еще мы сейчас стоим на красном, поэтому мы аварию продолжаем лицезреть. Вы не поверите. Сейчас ровно полдесятого вечера или ночи. И мы приехали в Красную площадь. Магазин закрывается через 30 минут. И интересненько, как на нас будут смотреть продавцы. Зачем ты что-то там выкладываешь вообще? Что ты... Чашки носит. Господи, Алиса. Где ты выкладываешь? Слава богу, что ты их выкладываешь. Все, пошли, бегом. У нас 30 минут. Что вы не кричите? Мы не поймем, зачем ты с собой эти тазики носишь. Али, я их с собой не ношу. Не носишь? Я ношу с собою только сумку. Дайте мне, короче, я их больше не ношу с собой. Али, не понимаете, не понимаете, не поймите. Не поймите. Уже приехал. Они нас ждали. Короче, меряем с Алисой рубашку. В школу нужна рубашка с коротким рукавом. И это она одела эску. И она такая широкая. Мне нравится. Нравится эску? Да, как-то. Странно, но прикольно. Просто мне кажется, это модель приталенная. Она будет меньше. А ты говорила эмку, брат. Ты представляешь, что в эмке она утонет? Я ей при этом ехать нужно мерить. Рукава длиннющие такие. Ого-го. Это бойфренд рубашка? Это брала у парня, да? Ну да. Или у дедушки. В нашем случае, да. Эска. Это наверное эксс. Эксс? Нет, это приталенная. Ну, тогда вот. Я могу попробовать заправить шорт. Заправила рубашку. Вот так оно будет выглядеть с юбкой. Шорты прикольные в школу. Да, в сиреневых. Да. Просто рукава вот эти вот, они такие интересные. Ну, что-то не так. Вы представьте, приехали вот за этими рубашками. И получается, две штуки берешь. Но это голубые. А школу нужны белые. И классика приталенная. Две штуки берешь, третья в подарок. Как Алиса хотела, чтобы было три белых рубашки с коротким рукавом. Ой, я почти такие же, что у меня и на Васильке у меня. Нет, ты чего? Это синтетика. А у меня хлопковые. Да. Вот. Ну, по фасону похоже. Вот, вот, вот. Идем, все, магазин закрывается. Мы успели, мы это сделали. Здесь мы закрываем магазин. Пойдем. Когда мы успели, и нас выгоняли, и говорили, у вас осталось три минуты. А мы за это время успели купить три рубашки. Причем одна из них в подарок. И я себе даже купила сарафан. Она его померила за три минуты до конца. Я два успела померить. Она вообще хотела желтый, но купила красный, потому что у красного был размер. И когда идешь, все закрывается. Везде гаснет свет, и музыка уже не играет. Это просто класс. И что-то ускоренное идут, да, да, да. Да, да. Я помню, как мы застряли в центре, где мы потом не могли выйти. А потом вышли через задний ход. Да. Смотрите, уже выход закрыт. Все. И купили три одинаковые рубашки, как алиса любит. Никаких рюш, потому что терпеть не может их гладить. И не перепутает зато. Каждый день одинаково. А мы поехали. Прикол дня. Тут бесплатных полчаса. Мы думали, что мы успели. Но ничего подобного. Мы не успели. И как вы думаете, мы тут скатились по стоянке на нижний этаж. То есть машина ехала, было все нормально. А потом она заглохла прямо на выезде. И получается, мы могли просто сбить шлагбаум. Сейчас стоим на ручнике. Муж побежал платить. Потому что, получается, мы больше, чем полчаса были. Может, 31 минуту, 32. Вот. Шлагбаум остался. Целый охранник счастлив. За нами стоит еще одна машина. Попробуй включай. Давай. Кажи, 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 кажи. Нет. На самокате. Мы доедем вот сюда. В 22.09. Оплатил. Оплатил. Если бы мы выезжали бы в 21.59, мы бы вложились. А сейчас, получается, за 10 минут мы заплатили. Получается, мы 10 минут были лишними. Да. Классный сарафанчик. Алиса решила посмотреть сарафан, который я померяла за 2 минуты. А то мама так быстро-быстро. Красивый, да. Я долго думала, мне желтый или красный. Смотрела на сайте. Остались размеры только XS. Пришла, думаю, не, не буду я XS мерять. Померяю я ESCO. Померяла я ESCO. Они говорят, ну куда? На шорты, на футболку ESCO на тебя свободная. Бери XS. Я не расстегиваю пуговицы. Одеваю сарафан сверху на футболку, на шорты. Вообще, вот это надо было снимать. Это бы выглядело очень прикольно. Мне кажется, это как я не делает никто. И бегом снимаю его с себя. Опять же, не расстегиваю. Бежим на кассу, оплачиваем. То есть магазин закрывается не в 22, а в 22. В 22 закрывается магазин. У тебя полчаса там пока место выйти отсюда, выбраться. Если какое-то время есть запасы. Так, мы постояли. Пробуем завестись. Надо, наверное, еще постоять. Ура, мы завелись. Теперь главное не останавливаться нигде. И доедем мы до Керчи, я надеюсь. Я надеюсь, на этом наши приключения закончились. Надеюсь, что мы встретимся завтра в новом видео. Но если приключения не закончились, то мы встретимся еще сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»